Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. К темам дня. Молитва на восходе. Избавление от грехов. Очищение души и помощь ближнему. Альметьевцы отметили Курбан Байрам. В первую очередь это праздник наших души. Это праздник избавления человечества от внешнего перехода. Новые квартиры, государственные награды и президент Татарстана в качестве почетного гостя. Сразу два праздника отметили жители поселка Джалиль. 60-летие управления Джалиль нефть и 55-летие родного поселка. Фундамент нашей республики основывается на нефтяной промышленности. Было бы желание, а вид спорта найдется. В фестивале «Я выбираю спорт» при уроченном Дню физкультурника приняли участие сотни альметьевцев. Это человек, который сам занимается спортом и учит детей заниматься спортом. Альметьевцы отметили Курбан Байрам. Один из основных священных праздников в исламе. Его называют праздником очищения и жертвоприношения. Он начался ранним утром, когда правоверные мусульмане собрались в мечетях города и района на праздничную проповедь и намаз. Торжественная молитва прошла и в центральной мечети Альметьевска. А обряд жертвоприношения по традиции состоялся на специальной площадке недалеко от городского Майдана. Местные фермеры предоставили 1200 голов мелкого рогатого скота. Обо всем подробнее смотрите в нашем сюжете. Еще до начала церемонии в зале центральной мечети Альметьевска собрались самые истовые верующие. Служба же в этом году началась в 4 утра из-за раннего восхода солнца. Постепенно в зале становилось все более людно, пока все помещение не стало заполнено до отказа. По приблизительным подсчетам в главной городской мечети собралось около 3000 прихожан. Службу проводил первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Хазрат Валиулин. Сначала он произнес торжественную проповедь, а потом прочитал праздничный намаз. В первую очередь это праздник наших душ, это праздник избавления человеческого от няшких берегов. Большая, я надеюсь, большая прививка от человеческих жертв. Это очень нормально сегодня, в мире такая обстановка не совсем здоровая. И мы хотели бы, чтобы Господь нас подобил, участвовал в сохранении мира, стабилизации во всем мире. Это большой, великий мусульманский праздник. Ну, еще значит, ну, не знаю, ну, как-то приближаемся, ближе становимся с нашим великим Аллахом. Для мусульман это очень большой, великий праздник. По идее, там, супруга должна дома встречать с блинами, там, ну, человек с утра, как бы, вот, не кушавший, он идет, ну, на молитву, приходит, как бы, с большой гордостью его встречают дома. Такая же важная, как и служба, составляющая праздника, ритуальное жертвоприношение. По канонам ислама, мясо, принесенных в жертву животных, нужно делить на три части. Одну часть оставлять себе, вторую отдать родственникам, а третью бедным. В день праздника жертвенное мясо нуждающимся раздавал благотворительный фонд «Закат» Духовного управления мусульман республики. Недалеко от городского Майдана ежегодно обустраивается специальная площадка для забоя жертвенного скота. В этом году на ней 30 пунктов разделки и 50 точек продажи. В течение трех дней планируется реализовать 1200 овец и баранов. Они все в основном из нашего района. Есть районы, которые привезли, соседние районы, которые Шермышан, Аксубай, Линогорский привезли. У всех о них ветеринарные сопроводительные документы имеются. Поставлено вон контейнера, после которого не нужны отходы. Утилизирует. Традиционным блюдом, которое готовят в этот день, является плов. Им обычно угощают всех, кто придет на гуляние в городской парк. Например, только в мечети Аксу готовят 15 килограммов этого ароматного и вкусного блюда. Таким количеством можно угостить более 100 человек. Готовят плов в еще четыре мечети. Каждый год нужно приносить жертву на Курбан-Байран. К сожалению, раньше мы не придавали этому значения. Но с этого дня я уверена, что будем делать это каждый год. Как готовился праздничный плов, мы подробнее расскажем сразу после выпуска новостей в программе «Бесса с Гебарабас». А вот о тех, кто им угощался прямо сейчас. Праздник продолжился в городском парке. Здесь развернулись народные гуляния с играми, развлечениями и, конечно, праздничным угощением. Альметьевский Мухтасибад, традиционно выступающий организатором праздника, позаботился о том, чтобы себя здесь уютно чувствовали представители всех национальностей и вероисповеданий. На гуляниях побывала и наша съемочная группа. К середине дня в парке собрались десятки альметьевцев. Для взрослых дают концерт артисты города и района. Для детей работают аниматоры и проходят конкурсы. Второй, самый главный исламский праздник отмечается через 70 дней после Ураза Байрам. В дополнение к песням и танцам со сцены доносились суры из Корана в исполнении самых юных мусульман. В качестве вознаграждения – билет на аттракцион. Кульминации праздника можно считать праздничный обед. Горячий плов – любимые угощения альметьевцев и гостей города. Расходится на ура. Курбан Байрам – праздник семейный. И у всех уже есть свои традиции. Как его отмечать и с кем? Утром – это праздничная молитва в мечети, затем обряд жертвоприношения и затем уже в основном поход по гостям, по родственникам. Поздравляем. Умиротворение, радость, счастье, что все мусульмане объединяются. Это еще один повод, чтобы объединиться, вспомнить историю ислама, откуда вообще это произошло. Обычно у нас утром встают, это блины пекут. Мы тоже сюда сегодня привезли на выставку блины. Пешпешмак, всякие там губерия привезли, такие вкусняшки привезли. Но и в гости ходим. Обычно с семьей мы в гости. Дети были у меня. Сегодня мы ехали уже они утром. Мы сюда приехали, я сюда приехали с внучкой. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевс ТВ. К другим темам. Одному из структурных подразделений компании Татнефть, нефтегазодобывающему управлению Джалильнефть, исполнилось 60 лет. Это одно из старейших и крупнейших НГДУ на юго-востоке республики. Вместе с ним отмечает свой 55-летний юбилей и поселок Джалиль. Для него предприятие стало градообразующим. Именно благодаря Джалильнефти на карте Татарстана в далеком 1964-м появилась еще одна точка. Праздничные мероприятия посетил президент республики Рустам Мениханов. В этот праздничный день семья Мордановых отметила новоселье. Она получила ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке. Глава семейства Раиль Морданов работает оператором по поддержанию пластового давления в НГДУ Джалильнефть. Они и еще 17 семей заселились в новый дом по программе «Социальные ипотеки». Одним из первых в гостях у новоселов побывал президент республики Татарстан Рустам Мениханов. Собственная квартира в новом доме, где просторные и светлые комнаты – это действительно мечта большинства людей. А у нас она сегодня исполнилась. Радостное для новоселов событие приурочили к юбилею нефтегазодобывающего управления Джалильнефть ЕМО-60. И это общий праздник для всех жителей поселка. НГДУ Джалильнефть – одно из крупнейших подразделений компании «Татнефть». На его долю приходится 16% всей добычи нефти. За эти годы предприятие добыло 585 миллионов тонн черного золота. Фундамент нашей республики основывается на нефтяной промышленности. И, конечно, люди, которые работают в нефтяной отрасли, они вносят огромный вклад в развитие нашей республики. Не только нашей республики, в целом огромный вклад в развитие нашей страны. Когда мы говорим «жалильские нефтяники», мы подразумеваем всех. Это и ремонтники, это и строители, это и энергетики, это и транспортники. Мы вместе все эти 60 лет работали рука в руку, решали одну задачу. И всегда помнили, что всех нас кормит скважина. Во время торжеств Рустам Яниханов вручил передовикам и ветеранам отрасли государственные награды Татарстана. А довольно значительная группа работников НГДУ получила ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации и компании «Татнефть». Джалиль нефть, руководство, всегда ценило людей, которые умели трудиться. Девчонка начала, замуж вышла, работала. Все время рабочим было, конечно, уважение. Вместе с предприятием день рождения отметил и поселок. Джалилю исполнилось 55. Юбилей он встретил во всей красе. Новые дороги, реконструированные социальные объекты, современное общественное пространство с зелеными скверами и фонтанами. На все это было направлено более 300 миллионов рублей из республиканского бюджета и средств компании «Татнефть». Жители, конечно, рады таким изменениям. Все преобразовали, очень даже нравится. И тротуары были, и брусчатка была. Это было уже как бы, так скажем, в истрепанном состоянии. Поэтому вот эта помощь и президента нашего, и нефтяников пришлась очень кстати к юбилею. Поселок на пять лет моложе своего градообразующего предприятия. Он был основан в 1964 году. По инициативе первого начальника НГДУ Джалильнефть Галимзиана Ахмадеева, он был назван в честь татарского поэта, героя Советского Союза, Мусы Джалиля. Поэтому закономерно, что на день рождения поселка приехали дочь поэта Чулпан Залилова, его внучка и правнучка. Я вообще очень полюбила поселок. Тут удивительные люди. И удивительный музей, который имеет комнату, большой зал, посвященный Джалилю. Там все документы и фотографии. Здесь очень свято чтят память моего отца. Для жалильцев двойной юбилей продолжился праздничными гуляниями. И на протяжении почти всего праздничного дня жители и гостей поселка радовали своим мастерством приглашенные звезды татарской эстрады и коллективы местной самодеятельности. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Это еще не все новости. Смотрите далее. Было бы желание, а вид спорта найдется в фестивале «Я выбираю спорт» приуроченном к Дню физкультурника приняли участие сотни альметьевцев. Вопросы тарифного регулирования рассмотрели участники заседания рабочего штаба Государственного комитета по тарифам. В работе встречи принял участие председатель Госкомитета Республики по тарифам Александр Груничев, представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Татарстану. Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся тарифного регулирования, а также сроков внесения платежей. Госкомитет будет осуществлять расчет предельных индексов, а также вносить их на рассмотрение президента Республики Татарстан по 913 муниципальным образованиям Республики на 2020 год с учетом трех вариантов. Первый вариант – это на уровне среднего по Республике. Второй вариант – это на уровне среднего по Республике с учетом предельно допустимого отклонения. Одной из основных тем заседания стало внедрение новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Участники встречи рассмотрели результаты объезда объектов захоронения и обработки твердых коммунальных отходов по Лениногорскому, Бугульминскому, Ознагаевскому и Альметьевскому районам. По словам руководителя исполкома Альметьевска Ленара Валеева, сегодня начисления за обращение с твердыми коммунальными отходами получают все без исключения многоквартирные дома. Даже те, чьи управляющие компании не заключили договоры. Денежные средства, поступающие от жителей, перечисляются региональному оператору предприятию «Гринта». Итоги деятельности оператора за минувшие полгода также были представлены собравшимся. Еще один праздник отмечали альметьевцы в эти выходные – День физкультурника. Этот праздник для тех, кто со спортом на «ты», причастны к нему не только профессиональные спортсмены и победители соревнований, но и все, кто занимается физкультурой и спортом не ради медалей и кубков, а просто ради собственного удовольствия. Они-то в большинстве и пришли на фестиваль «Я выбираю спорт». Боксерские бои, стритбол, конные соревнования, легкоатлетические эстафеты и еще множество других видов спорта – все это фестиваль «Я выбираю спорт». Выбрали спорт в этот день сотни людей. Так они решили отметить День физкультурника. Но кто такой физкультурник? Мнения на этот счет разошлись. Например, кто-то считает, что в первую очередь это учитель-наставник. Это человек, который сам занимается спортом и учит детей заниматься спортом. Там профессиональным, либо в школе работает. Наверное, это тоже самый учитель в каждом спорте, я думаю, так. Распространение праздник получил еще в первое десятилетие 20 века. Именно тогда появился лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому не случайно, что и сейчас многие сходятся во мнении, что физкультурник – человек, который любит спорт и занимается физкультурой. И они совершенно правы. Это здоровый, подтянутый, уверенный себе человек. Физкультурник – это прежде всего, наверное, спортивный человек, который своим, так сказать, примером агитирует молодежь на то, чтобы они занимались спортом. Конечно же, все спортсмены – физкультурники. Но есть и такие виды спорта, где задействуется минимум физической активности. Например, шахматы. Впрочем, шахматисты себя к физкультурникам все равно причисляют. Говорят, без физподготовки даже в их баталиях будет трудно. Чтобы стать, ну, своя мечта была стать тренером по шахматам, мне пришлось заканчивать физкультурный институт. И сдавать зачеты по гимнастике, по плаванию, по лыжам. И, например, чемпионы мира, сильнейшие шахматисты, если они что-то не плавают, играют в теннис, там, футбол или еще что-то, то они уже не могут выдерживать нагрузку 7 часов. Свой день альметьевские физкультурники отметили с размахом. Провели соревнования более чем в 10 видах спорта. А у тех, кто от физической активности далек, в этот день была возможность приобщиться к спорту, наблюдая с трибун или приняв участие в мастер-классах. Возможно, совсем скоро они тоже встанут в ряды физкультурников. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. А теперь о погоде на вторник. 13 августа в Альметьевске будет облачно. Утром и днем прогнозируются небольшие дожди. Ветер с северо-западной порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов, днем 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин наших передач. А написать нам можно через наши страницы в соцсетях. Делитесь историями, рассказывайте об интересных героях, задавайте вопросы. Будем делать новости вместе. На сегодня это все. Эфир продолжит Флюза Хамедулина с новым выпуском Best of Gia Barabbas. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова